Как считают специалисты эстонского генерального штаба силы обороны, главные события на минувшей неделе развинулись не на самой линии фронта, а вдали от нее. Они имеют в виду ракетные удары, которые Украина нанесла по объектам инфраструктуры России. Это означает, что теперь у Украины появилась техническая и очень впечатляющая возможность наносить подобные удары на расстоянии до тысячи километров, то есть практически до реки Волги. Сегодня в России начались президентские выборы, которые продлятся три дня. Ход предвыборной кампании во многом оказывал свое влияние на действия на украинском фронте. Сейчас большую активность, особенно на Донецком и Луганском направлениях, проявляет российская сторона. Есть небольшие территориальные успехи, но украинцы держат оборону и совершают отдельные контратаки. В ночь на пятницу им удалось атаковать еще один объект российской нефтяной инфраструктуры под Калугой. Украинцы развивали дроны несколько лет, и они открыто сообщали о том, что это одно из направлений их действий. Частично то, что сейчас происходит, связано с президентскими выборами. Но условия для операции созданы в прошедшие месяцы. Я уверен, Россия вскоре найдет противомеры. Но это и есть такое движение. Развитие, испытания и новый шаг вперед. Это повторяющийся цикл. Сейчас момент, когда украинцы успешно поражают цели. Линия фронта практически стоит. Обеим сторонам сложно предпринять масштабные атакующие действия, а тем более добиться прорыва. Но в том числе и чтобы поддержать боевой дух, нужны победы. Думаю, что все происходит не случайно. Это продумано украинцами, спланировано и реализовано. Во-первых, атаки в глубокий тыл с помощью дронов. Затем диверсионная деятельность за спиной противника и на территории России в Белгородской области. Все это составляющее большого, но единого плана. В Эстонии же Минобороны перед началом традиционных учений «Весенний шторм» проведет неделю резервистов. Ведь именно они, как напоминает генерал Мартин Херами, являются главной опорой безопасности Эстонии. Их около 90 тысяч человек. Неделя начнется 28 апреля, и в ее рамках запланированы различные акции и мероприятия. Свою поддержку могут оказать и эстонские предприятия, причем для этого есть очень разные возможности. Михаил Владиславович, Виталий Савинский, Новости Таллина.